Игорь Михайлович, директор А.Семкин Директор А.Семкин Директор А.Семкин Директор А.Семкин Директор А.Семкин Директор А.Семкин вести диск все это дело не в том, что есть такая школа в школе уже образовывается для общения и какие-то снижения которые, как всегда, дополнительно что-то, как это занимается медикоступация где, в основном, отличаются в языке и очень серьезные олимпиадные задачи решаются прямо на улице, как должен может быть, в какой-то планете изменять. В результате, что мы хотим, что у нас в школе или даже дальше, после школы приходят дети, которые задают вопросы и в вопросе, как сейчас, какие-то, которые от них бывают и трудятся. Появились, как говорили олимпиады. Причина очень хорошего уровня, например. Например, на традиционную московскую олимпиаду для инвестики имеется еще два заочных университетов, а также участвуют все желающие школы. И они, конечно, подсказывают, что я вот такой, например, участвую, и дальше я решила, помогите, пожалуйста. Мы можем материалы выложить, и в последний момент мы должны работать и делать все эти сети. И приходится быть готовы к тому, что вопрос может быть очень нестандартный, очень не простой, где он там не сдал. Вот появился такой же новый фантик, который мы здесь услышали, я включаю его бумажник в язре, сейчас в электронах, там уже не вышло. Составители этой литературы, те же самые авторы, которые пишут про русского бюджета, очень интересные задания, которые участвуют, участвуют, участвуют. Интерес к языкам растет, и такого количества возможностей участвуют. Как сейчас. Пусть и непонятно. Хочешь ходить хуже. У Москвы, конечно, там еще меньше, потому что там очень много семейших школ. Ну, там, сеть по городу. Все тут, как вы знаете, как вырушь, следатор, там, и дети ущутся на детали. Но у нас и у нее все то же самое. Здесь уже на этой площади все еще что. И все эти дети знакомы. Участвуют в одних задержанных данных. Но замечено, что эти участвуют в электронах, все парни, в инвестики, это патронские данные. И они все постоянно от нужного действия, постоянно друг к другу обмениваются. Кроме того, мы уже не учитывали, и они стали понятны после того, как то, что мы обыкнули, спустили в искусственные экспериментальные задания для учителей. В прошлом году? Нет. Мы все знаем. Вот это был первый раз так. У нас какие-то экспериментальные тесты для учителей. Ну, и можно сказать, что там выкладали. Какие нет? Очень подобные. Оказывается, очень подобные. Но где-то эти задания у нас совершенно не стандартные. Например, было задание такого рода. Там подошел ребенок после уроков и говорит, что на дворе сайтов, посвященных русским грамматике, будет участвовать на запись. Вот папка. Латинская. Потом какие-то значки в церкви. Потом буква-тель в церкви. Опять значки в церкви. Объясните мне, пожалуйста, что это может значить? Подозникается, что это запись нониматив, да? Формы лица чистого, да? Вот такая вот гадость. Но учителя нужно узнать, чтобы не догадаться. То есть сознательно берутся такие задания. Ответ на которые. А те не просто. Это большинство учеников. Даже что они не только однозначно подозначали, они не только забыли. И суть это вопроса, когда вопрос, как это будет или не так, как вы будете действовать, заключая на вопрос и шумку. То есть это не в том, чтобы мы выдали готовый ответ правильный, а чтобы мы вместе с ребенком показали, как правильно обсуждать, чтобы прийти к правильному ответу. Может быть, если мы не будем к ответу, мы будем продемонстрировать, как он рассуждает. То есть это совершенно необычное задание. Я, конечно, объясню, не устраиваюсь. Все очень удивлены. Но это показывает, что немножко только это будет от учителей. Вот это просто логическое рассуждение. Это наблюдение над языковым материалом и демонстрация ребенку, как это будет. Вот то много, что появилось, и что они не могут и дальше активно проявлять. То, что мы такие заболеты в наш внешнем плане, что мы задаем типы, что мы не готовы знаменитить, и мы показываем в каждую технику, как мы получим. То есть это, в целом, является какие-то огромные задачи. В школьной туре никогда подсказывают, что такое школы тоже немножко не похожи на то, что в прошлом году был в школе написанных коллегаторах. Да? Тех, кто на то это любят. В этих коллегаторах было жутко сказано, что если раньше, после школы, когда уже на школьной туре представляли собой, ну, по сути, углубленные чуть-чуть смотрели улучшения, ну, по сути, не уходящий заводчик, то в прошлом году требовалось, чтобы три четверти заданий задали собой туристические, по сути, туристические задания. Вот это появилось в прошлом году. И кто бы как-то нагадок не был, конечно, и территория, которое предъявилось, они не соответствуют этим цитам, то установка влагана, и вот в этом году, уже влагаторе идёт другой залив. То есть там не выключатся задачи, там проблемные вопросы, которые он не скажет вверх. Поэтому, кроме вопроса, мне как близко помочь кто-то, подготовиться, как самоспособиться, потому что он с таким взаимодействием справляется. Вот если вы как раз смотрели рейтинга победителей в конкурсе, в репятках, в репятках, может быть вы заметили, потому что чаще всего первыми стал получать, а учащийся как и в других школах? Как? Нет, математически. И все первые унискают, у нас уже 2-3-9. Гимназик, Кузьмар, а потом же это, на второй школах. К конденсивному классу более-менее они поравнены. Это предусловие сильно математики, на второй школах. Если или нет, то убедить такой взаимодействий крайне сложно. Потому что все-таки геометические задачи, они вышли из математических. И когда геометические элементы, это все математические элементы школьные. А потом, в 50-е годы, когда они были сняли, а потом жилецкие, то есть, в обычайных для наших геометических соревнований, они отделили геометические элементы математически, умирали самопонятную геометическую задачу и стали учиться и направлены тому, как они пришли. То, что лет, наверное, уже 10 лет назад из Сибири приехал мальчик на Московском университете Олимпиаде и занял первое место. Жюри в данном режиме, что мальчик должен выступать на университете Олимпиаде и выяснил, что этот мальчик не может ни написать о чему-нибудь, ни написать без ошибок уступа предложений. То есть, он русский, но такой владер, очень трудно. Поэтому это первое место на Московском университете и традиционной Олимпиаде для университет, которая самая сильная из всех, которые сейчас в нашей стране. Московские университеты очень много положили на то, что он кто поступил, но не все, кто поступил. Это все-таки известный учет. То есть, главные навыки, которые требуют от того, чтобы так нестандартно анализироваться за корольное создание, это все-таки навыки логического университета. И Академия Завельсер, он так и говорил, что логическая задача, она самодостаточна. То есть, это некий материал, который требует от человека наблюдателя, способность его внимательно посмотреть, поставить вопрос, видеть проблемы, подобрать методы решения и найти доказательства. Такие, которые будут наблюдать все. То есть, это нам экологически вышло. А все, что мы знаем, вот эти доказательства не повторяющие. Мы же ничего не сделаем. Увидеть, как установить университет и университет. Вот это, собственно говоря, немножко должно быть в случае, когда преподавим русский или иностранный язык. То есть, как это делать? Потому что, конечно, мы подкидываем здесь у периодически что-нибудь такое нестандартное. Сложное, но результата нет. Потому что, вот как в 239-й школе готовят к алимпиаду, там два раза в неделю получающиеся получают по 10 сложных продаж. Они их лишают дома, потом они приходят, обсуждают буквально 10, в месяц в педагогах. То есть, сначала они рассказывают о том буквально, а потом еще обсуждают их все в месяц в педагогах. То есть, они прорабатывают в неделю, по 20 сложнейших продаж. За год их накачиваются, конечно же, сотни. И начинаем готовиться уже к тому, чтобы решить еще что-то, еще что-то было. Сложное нестандартное. Если мы только иногда встаем какой-то занимательный вопрос, какую-то справку историческую, то мы не дабыть результат. Потому что мы не системы никакой, да? Ни разных типов задали. Мы не будем помнить, что мы давали, допустим, месяц назад и что мы хотим вообще сейчас. Потому что в физиологической школе там вот эти задачи идут просто немного, они все в период. То есть, какая-то задача дается, с расчетом на то, что она усложнится через месяц, через год она понадобится и снова для решения еще более сложных задач. Поэтому мы эти задачи очень классифицированы, да? Разбиты по типу. И в каждом типе есть еще свое усложнение. То есть, не будет именно так. Системная наука работы, аналитическая работа над математическими типами. Да, вот можем не мыслить эти две разы. Идёмся на технических школах. Вот просто мы сейчас скажем. Итручев Ильшевская на Киричной улице, около бывшего храма, который комитетчиков. Да? Это храм не заедет на эту тему. И там веками больше. Поведен комитет. Это математический центр города. Где известные математики в течение десятилетий мы облатываем вот эту пакту. Потому что мы готовим на работу. Готовимся. Потому что она готовящая передача. В разные уровни сложности. В разных ситуациях. Да? Ну, по-моему, у нас, как правило, результат основной. И я уже спрашиваю учителей, а вот как вам понравились задания текущего школьного пакту? И часто говорят, что, а, у кого мы смотрим? Ну, да какая разница? Всё равно мы не даём одно, а там другое. То есть нет вот этой постеленности, приемки, установки на то, что мы можем что-то сделать для того, чтобы дети справились с этим лучше, чем могли. Поэтому сегодня я хочу говорить именно об этом. Можем ли мы и как? Что доступно нам в условиях ограничений для людей? Да? Программных. Что мы можем делать? Для того, чтобы эти навыки для отводимых решений? Да? Ну, вообще, как это качество такое, креативное похудение для того материала, чтобы не было. Идут в том, что, ну, во-первых, конечно, самое главное, это не нотацию, а, во-первых, конечно, забывайте дековой щеки не надо. Ещё не забывайте, но, как у нас непосредственно потерять с детьми собственными уведениями, над теми дековой запутинами, которые вы знаете, скажите, да, мы видим, мы тут, а вот видим натур-стритматерское стрижим. Приходим и мы говорим, как мы назвали, мы говорим, мы говорим, ну, почему что-то такое дело? Почему не так, да? Чтобы они увидели, что язык это не что-то может сделать. Или что-то... Трижим мы хорошо, да? Трижим мы хорошо, да? Трижим осмысленная, тикавая игра. Да вот, а то, что живо вокруг нас, то, что помогает тому, что есть механическая, да? Да, он же макая достаточно, да? Резыковая игра, как мы хотели в 20-м веке. Она работает всегда. Не прижигайте внимание, да? Старайтесь в комментариях, да? То, что это... Резык стихии, да? Стихия, в которой нужно, в раз, 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 в раз... Первое, с чего мы хотим, это, стоит, начинать, в следующем, давать эти, какие-то, какие-то, там, в прав, исторические, по истории, тихат, но, не сказать, что вы можете сложить, что не забыше. Нет, это, конечно. Или, да, подсолнце. Сравнивая языки, кто преподает иностранный, вот, слово, подсолнце, да? В русской картине мира здесь важный контрастный ориентир цветов, которые идут подсолнце, подсолнце. А вот здесь на языке, это будет подсолнце. Солнечный цветок, цветок солнца, да? То есть, у них именно поэтический такой блок. Цветок сам как слух, да? То есть, мы показываем, сравнивая языки, насколько язык отстежный цветок будет. Как в андесном цветок? Снежная капля, да? Опять совершенно разные образы. Шиповник, абандесный, собачья луза. И мы глядя на эти цветы видим то, что нам говорит язык, да? У нас выделяем языки, которые фиксированы языке в нашем мышлении, соответственно, отразим. Эти бесконечные такие вот находки, вопросы, удивления – первый шаг, да? Который заставляет творчеству дойти к тому материалу, которое они изучают. То есть, безграничные возможности, которые просто не будет, как бы нам скажут результаты, после постановления. Этим заниматься, конечно, надо. Ну, а дальше, конечно, нужны самые простые навыки, которые помогут детям, столкнувшись с каким-то закаловым фактом, задумываться на них, и они видят проблемы. Потому что очень часто, когда рецепторы с каких-то конкурсов и закалуются, и видят ответы, они говорят, ой, так-то вопрос. Как же они догадались? Это же элементарно. Вот на поэзии есть такая замечательная задачка. Она как-то была на такой полипеде. Как вы думаете, первоначальный человек крепил с собой к стенам? Клеем, смолой, гвоздями, шурупы, смолой там, куча людей, эстерина. Чем? Не может отвечать думы, промать голову, потому что у них просто нет навыков послушать слово. Обои, то есть ими обивали. Стены, значит, гвоздя лица. Вот эту способность внимательно просто услышать вопрос. Внимательно смотреть материал, который тут должен, это навык. Вот его они совершенно спокойно можно развивать. А без этого навыка дальше они не могут, ну, залезнуть на материал, они не знают, что применить, какие свои способности умели, вот тут применить, чтобы разобраться и идти к этому. Ну, это еще вот, я скажу, это как вот тетрапад придумали, да? А, название. Да, тетрапад, нет, это я не имею в виду пакеты тетрапад. А, я думаю, в названии магазина есть тетрапад 4. Это еще в одном учебнике вот такой, по-моему, практически. Тетрапад 4. Вот эти вот, в котором молоко, сухо, тетрапад. А, тетрапад, да? То есть 4-бранные? Нет, да. Сидели два шведа, да, в деревне Пьямского, и за полчаса делили сосиски. И придумали вот этот тетрапад. Да, да. А, главное... И стали почти полгода уже не мероприят. Потому что, скажем, у вас пакет этого доллара. А, языканты? Здесь... Какой принцип названия? Вот этот факт имеет в виду... Ну, садили сосиски и придумали вот этот пакет. А, какие образы? Сосиска образа на белый. Может, клеенка какая-то, вот она... Ну, я думаю, что гречи, это за вот тетрапад. Четырехгранный пакет становится вот это. И пора хорошо звучать. Это факт, да? Какой у вас... Ассоциаций. Нам хорош с этого слова. Она не просто, она совершенно разрешенная. И... Прозрачный пакет. Я бы не для этого сказал, как факт. Вот это слышать. Но, придается, вот это... Это, конечно, вам хорош. Так. Мне, знаете, что вы говорите? Например, врат, вред, врат... Мы сейчас к этому придем... Типа нагласия. И вот они еще кто-то готов привели. Типа нагласия. И у нас показательный пакет, вот это претемология. Очень хорошее задание, которое... Пишем прямо целый пакет. И вот смазывайте. Первое, что мне кажется, с чего надо начинаться, да? Это бумага. Внимательно просмотреть тот материал, который в пакетах. Видите, сейчас особенно не внимательно, да? И, видя перед собой какой-то текст, они не занимаются силами. Слово для инфекции. Поэтому, вратнейшем пакетах, позволяющие внимательно рассмотреть то, что это другое. Вот известная, в общем, задачка. Искусственная фраза на русском языке. И нужно понять, для чего это. Знаете, я когда-то с удивлением узнала, что, впервые, такие предложения используются в древнегреческом учебнике. Где тоже были вот такие вот абсурдные предложения в составе. Вот только там это была не задачка, а они специально придумывали при изучении языка. А сейчас это уже будет вот этно-техническим вопросом. Для чего могут использоваться вот такие искусственные фразы? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно просто внимательно их рассмотреть. Под наблюдать, из каких двух составных этих предложений. Может быть произнести их, послушать, что они какие-то очень необычные. Как правило, вещи таких предложений не бывают. И задумывать, а что же в них такого необычного. Понимаете? Искусственные фразы. Но, на самом деле, эта задачка только над вниманием. Потому что, посмотреть, из кухонных, которых составные предложения, можно заметить, что обычно таких предложений не бывают. Вот они грустные. Они царапают немножко наш глядь. И задевают какой-то своей непривычностью. Кстати, вы замечали, что дети гораздо быстрее решают. Вы заберете, чем взрослые. Потому что, при том, что они не всегда бывают внимательны, у них есть такая цепкость. Они замечают детали. Кроме того, у них нет барьеров. У них нет задачи очень сложной. Что-то очень сложная задача. Очень простая. И на мероприятии не видать. Кто не зависит? Что необычного в этих предложениях? Что необычного? Не важно. Можно одно дать, можно оба. Они построены по одному и тому же принципу. Каково преимущество первого? Ну, первое сделано чуть лучше, чем второе. Ну, это пункта не падает. Это уже, наоборот. Особый выбор. Вот чаще детская царапия отвечает быстрее, чем взрослым. В смысле здесь нет. Это образовывается в доме в виде того, чтобы создать изложения. Вот они необычные. Таких не бывает. Птицы южимы. Скопление вот чего-то такого, что обычно у нас более гладкое есть, да? Более гладкое последовательное субов. А здесь они просто выставки друг другу мешают. Текло. Секло. Эти предложения поставлены из всех двух русского алкоголя. Это мнемонический прием. Предложение придумают так, чтобы написав их, произнося их, можно повторить. Полный с алкоголем. Все. Только в первом предложении есть трёх знаков, по второму его не удалось иметь. вот этот вопрос только на внимание, вот это внимание не закрывает детям при решении трудных издательных задач они расплываются и не привлекают внимание, а что им предложить здесь надо именно расслабиться и свободно понаблюдать и вот такими данными мы будем наблюдать в диаметрическом языке была такая задача, но там для того, чтобы просто освоить диаметрический бутыл и кстати в 15-м веке, когда односвестные члены поступали на службу, им тоже давали такие предложения для того, чтобы они продемонстрировали, как они могли поиграть они могут написать все предложения, все буквально искал алфавита под одним углом, с одним и теми же звуками и так далее а вот такой эвристический тризовский вопрос, а как можно сейчас использовать такие предложения? тоже открытый вопрос, да, немножко запрещение языка отвечает только детям для того, чтобы проверить, как работает квадратная группа можно по-разному посчитать другую задачу, вот так далее вторая задачка тоже на внимание, плюс еще на то, чтобы распределить ассоциации потому что очень часто решают трудную задачу, мы так скованы в потоке ассоциаций мы как бы их вот не не пускаем, да? задачка, которая легко решается детьми, очень удобно решается взрослым можно с ней сталкиваться а понятие в чем закономерность? корова 2, свинья 3, кошка 3, коза 2, и тут 8, только собака малыши отвечают мгновенно да, именно так что здесь проделывают решающие? во-первых, я не могу сказать свободно она смотрит все те ассоциации которые возникают со знаниями, да, когда видишь эти слова а во-вторых, нужно быстро перебрать разлил и подумать в каком принципе здесь слова скрутированы может быть имеется ввиду лексическим уровня, может быть как они звучат а может быть соотношением то есть мы говорим о тех предметах как обозначить этими словами что-то ищем там, количество ног или же мы говорим о семантике этих слов потому как они звучат и оказывается что вечно это именно то как звучат, почему сами эти слова да, связаны с ними по смежности звуки, которые дают эти животные то есть вот эту всю цепочку вот, надо выставить но это так взрослый да, у ребенка мгновенно это ассоциативное стиливое потому что очень давно если то, что родители эти ассоциативные свежи и виски да, да в отличие от взрослых вот еще не реку задачку 1-3 очень полезно смотрите она, например, это очень простая в данный список слов нужно вычиснуть лишнюю дети сразу сходы тянуть руки и говорят, что ну, какие вот эти лишние слова мы начинаем, что перебирать компоненты значения как существовать и стать те компоненты на основе которых можно стоить противопоставить да, например, крокодил не летает да, поэтому компонент летает присутствует на всех основных словах дальше что можно самолет естественно поэтому компонент потому что дракон потому что выражены фактически тоже один компонент нашли параллельно показывают что фактически подходит материал потому что физические или нет мы перебираем но задача открытого типа в условии не было сказано что можно социальности слова на уровень допустим драматики и заметить что здесь только одно существование женского рода и все остальные мужские могут являться однородными членами но они все могут быть однородными членами а надо найти можно обобщающие слова ну это будет просто другой вопрос нам надо найти одну лишнюю а в принципе можно брать одну задачу которые могут решаться по-разному зависимости от того на каком уровне мы будем их рассматривать и если условия не сказано на каком уровне значит они обязаны перебрать все и найти решение на разное то есть здесь мы очень внимательно считаем условия что условия предусмотрено что в методах да вот эта задачка можно сразу объяснить творческие мыслищих детей потому что большинства осталось на лексике скажите все а тут кто по другу скажет почему это на лексике это на лексике я вот вижу что например слово вооружение состоит только из глухих согласных то есть на самом по школьному все поставленные многослуженные слова а значит мне сказал знаете все остальные слова входят в состав фазологических оборотов устойчивого сочетания а вот слово шмей не ходит и скорее всего он прав потому что носится как самолет драконовские меры там крокодилами слезы и так далее а вот шмейд ничего не приходит на ум невозможно он уже нашел еще одно здесь мы сразу убиваем несколько показать показывать чтобы быстро пробежаться нахаж точно а вы что чтобы кушать это не связано сочетание он не пушистый такой махнадья еще такой не связанные слова сочетание а там вот вот такие стоящие так ну давайте дальше посмотрим как мы работаем еще вот эта задача 1.5 они полкультом именно на наблюдатель свободный поток ассоциаций и открытую 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 здесь свободно запустить поток ассоциаций и эти ассоциации просто смотрите даны слова любовь дыхание лишняя высота уловить по какому принципу эти слова здесь соотнесены между собой а что это какое-то реакция знали раньше или сейчас третий великолепно я очень молодые как да 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 первая любовь второе третье четвертое 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 очень мало кто из детей есть такая легенда что он дал выбирал себе в странах предлагаем это задание потому что видите здесь нужно очень легко и свободно вот эти все ассоциации вокруг этих слов возникают поймать да и попытаться увидеть какую-то связь это очень непростая задача очень многое показывает что может ну и дальше можно умножить отряд до бесконечности вот я люблю вот эту задачку про пушкин это мы с ней встречались да саша скажи какой-нибудь экстрон попросил один граф пушкин пушкин и он произойдет на полном на диване выставать криво граф обиделся что ему не понравилось здесь что еще важно большинство задач содержит подсказку в условиях здесь сказано что пушкин мигом не затронулась коргаворка произнес эту фазу в этом слове в этом слове сомненный полуунный если поднести эту фазу в коргаворке получится дитина полуунный дитина вот очень многие задачи даже на уже серьезных олимпиадах формулировать таким образом чтобы ответ был заложен в самом условии надо только очень внимательно прочитать и найти поэтому ответы всегда говорим что его задача спокойно посмотреть все что предложено как от математики данного условия мы сняли которые тоже будут одежда только увидишь что это было будет и это будет и ответ сразу так вот так услышим что сказал быстро я думаю что фраза не была заготовлены что сам видят подобные но вот таким образом реализирован потому что произнес так чтобы можно было понять одни могут или другие как люди сейчас придем у него даже есть такие стихотворения где некоторые слова нужно прочитать по-разному и соответственно увидеть совершенно различных лиц любое с одной стихотворения вы видите стихотворение и и так но нормально поэтому если не задавать этого смысла а если читать то тогда смешной прием поэтому ребенок должен привык к тому что условие есть подсказки там заданный параметр который должен есть и тогда будет получше как собственно говорить здесь получилось так все давайте на самом деле вот эти два задания они того же типа что предыдущие я думаю что вы наоборот встречались здесь тоже не требуется никаких специальных аналитических наоборот здесь нужно выжать грамматику понимать какие-то слова здесь нужно просто внимательно эти слова во-первых по-вторых изнести так она так и вы думаете что надо исходить из так она так вы сразу в латинский мне кстати сказал что там был женский русский но это уже не касается вот вы это сейчас увидели или знали заранее что они стоят одно слово с одним другом и на этом представлении мы должны найти зацепку до решения подметить подметить закономерность но каким образом внимательно рассмотреть подложенный материал прочитал эти слова произнесли слова и услышал чем они с здесь на зрительные да посмотрите даете даете эти задания можно давать совершенно без разницы пятом классе надо тоже только глаза что необычно они бывают очень разные и вам включается где идет слово здесь видите первые строчки р р р р р то есть мы с самыми разными заданиями и с этого начнем а потом уже услождаем очень смешная задачка сколько разных предложений можно построить комбинации на самом деле 8 потому что если мы добавим кавычки запятую то количество увеличится и около 10 вариантов тоже зрительное внимание и перебор различных вариантов пробелы перемещать нельзя видеть пробелы ставить и ударение все нет там много мы потом и досудим так это потом навык просто внимательно читать и разобрать увидеть то что вам вторая внука задание мне кажется может быть названа как внимание скамбинаторе способность включая на вопрос быстро перебрать коллективные языковые элементы выбирая наиболее подходящие в соответствии с поставленным вопросом и самую элементарную навыку комбинатории например вопрос найти те самые длинные однословные слова он будет перебирать все нормальные элементы пока не остановит вопрос причем практически замечать какие-то особенности которые будут упрощать и усложнять его задачу поскольку слово однословное что на каждом артемии кубинации классно не все подряд в любом порядке он соединяется с другом затем в том что есть буквы которые не читают и обнимают слово и этим нахлопостой и как в процессе и наблюдение как в результате и то самое как там были планы и в арест скот в котором два нахлопостата читали и получат в конце концов и таких вариантов вы можете придумать сколько хотите главное чтобы в таком образовании встречались постоянно отрабатываются отрабатываются дальнейшем когда первая задача которая поставит внимательно в обновлении нахлопостой нахлопостой степень и станут устойчивыми навыками которые в подмечении м2.4 давайте сфорим подмечением х я очень люблю обладание 2.4 здесь требуется конечно же внимание и скажем сам на комбинаторе потому что вы хотите выбирать большое количество одновременных слов каждое мнение сфорим догадайтесь что это за изменение и тем самым идите темологию каждого из этих слов что ждет сделать ребенок решать мы начнем выбирать не не слова или к тем словам которые будут отличаться от этих слов посмотрите не разделен почти часть этих слов и так являются символически одновременно что делает очки лица оборачивание верх согласные об beschäftения оборачивать help вернуть основен под формирование об чисто после когда мы получим обвороте обвителся обвител там уставитель от слова детали да там где детали обвернулся обвернулся и обвлак да на самом деле здесь тоже требуется что навыки быстрого подбора да в данном случае припоры которые должны привести к нахождению нового линия с помощью которых для задачи не пришли так то есть внимание и комбинатурии задачи начинающиеся на 3 3 1 3 я бы объединила их в один цвет и их задача объединила загадок с такими словами и описываем их с помощью допустим сравнения с чем другим каких-то описаний других слов да и так чтобы их решить нужно понять по какому принципу одно слово меняется на другое да одно название пересказывается с помощью какой-то другой ну самая простейшая задача связанная с радиологией когда загадано какое-то устойчивое урожение будет угадывать в этом можно видеть а нужно есть перед этим нужно стоять но нельзя сидеть что есть видение это устойчивое да связанное упражнение которые должны быть связаны только с одним словом и закончить тогда должно быть сочетание бить лицо лезть в лицо стоять перед лицом а сидеть перед лицом глаза конечно глаза бить глаза лезть в глаза стоять перед глазами да и нельзя сидеть а посмотрите без глаза лезть в глаза ударить лицом ударить лицом это уже будут развертки да нужно еще грязь добавлять тогда а чтобы сочетание только с этим глазом автор если создавать уже не связаны даже не суши а тут и рассказано что все ранее если припьете вы увидите что только слово сочетается со всеми главными с каким-то лицом можно сидеть бывает больным бывать мокрым конечно ну а дальше уже совсем просты вешать приходя забирать это уже не что-то это просты для малышов вешать но здесь вот это очень хорошая задачка тоже задачка 6 это главу и меняется на условный главу задать а потом с ним строится предложение добавляйте необходимые марки например своим вопросом и меня просто задал продажался я собрался сейчас вот человек и отдался мы должны узнать по словам его сочетаемости другими словами предложения и по тема фену приставкам да и которые можно сказать глагол для меня просто за да 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 и там получается понимаете с вами по-быстрому принят за мучу проучился я собрался сейчас вот человек отмучился меня наружится об ругали он раз уголовное сочинение он ну а 35 это очень известная фраза а все буквы заменены другими по принципу хометических соответствий нет 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 это фраза жир был у бабушки синдекозный а вот эти скотки и согласно менять на мухи соножные меняются не стали твердо менять и на мягкие получается фраза наше форму на ребёнок расширцов вспоминает парня согласно на ну и так далее да угадать призыва пропускать то что мы всеми направлены на то что что-то загадано и надо подключать и анализирует правильный текст контекстные связи и так далее так давайте все пропустим очень хорошие оберания на анализ не то чтобы говорить темология а вот эти задания они связаны с необходимостью подумать об истории давленного слов необходимо что дети в пятом пасе совершенно не готовы к тому что слово которое они пользуются исторически меняло свое значение причем не однако не однако и например вот второе задание фразы стены на ископатель эти совершенно не так очевидно что же значит это что такое близко только немножко другую орала орать с помощью суспехсаха а орать 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 что же много мыть то есть черепа орать 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 очень сложно этот орать увидеть словом динамики изменения значения очень чтобы допустим полез какой-то надпись на дельный язык а вот здесь меня очень любит отражение раскрученных подонок сочинения домоноса на моих глазах не только пяти просто скрутили находим логическую цепочку и восстановили весь этот раз как по химии что могло значить выражение раскрученных подонок а распущенный спустить нужно я рассеившись растворено как они изменились от эпохи к эпохе тоже очень непопытно вот этот вот навык увидеть логи по развитию значений слова очень полезно будет подбрасывать регулярно, что они это видят сопоставлялись этим очень хорошо показывают эти делосвязи и особенно роль для греческого латинского языка одно дело когда в учебнике просто причинить что эти слова пришли для греческого эти и для латинского совсем другое дело как посетить внимание если мы на конселацию когда мы покажем этим таким образом эти слова пришли в язык или как мы можем пользоваться одновременными словами которые попали в наш язык этим ресурсом предотвратить, что означает эти слова потому что, смотри, здесь греческие прилагательные эрютроз уже слышно хлороз кианос линкоз ахроз и меланоз это название цветов по-гречески линкоз 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 белый белый цветок линкоз 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 белый цвет ахроз линкоз 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 темный цвет для которых черные волосы то есть нужно состоятельно определять значение неизвестных греческих слов пользуясь теми которые русские линкоз и тем самым таким образом неизвестно этим словам ну первая задачка очень простая тоже здесь латинские слова и нужно определить установить переводы точно тот же принцип просто еще одна иллюстрация такого задания махинатор глобус комплектатор резервы стимулиц стабилиц глобус шар да видите очень просто здесь чуть послажим мнение вот 6-5 посмотрите фобия парнических страт чего боятся люди которые называют геверофобу тетрафобу многофобу антропу мы можем продавать бесконечности да и тем самым повторять все известные линкозные формы с помощью которых образованы геверофобы боятся солнца солнечного света тетрафоба такой тетра-4 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 но дальше завершается легко вот такая вот такая задача здесь уже требуется сразу комбинация несколько навыков во вторых увидеть или же шифровать значение этих слов да здесь требуется очень большая констанция внимания нужно увидеть что первые буквы видите да там есть есть легенда что название отчет он лежит потом композитору который изложил как определенные понятия так это было тогда то есть здесь нужно внимание а потом еще надо то есть задачка если углубить внимание сочетание тех не почему мы говорим этот человек с большой не низкого там еще это ошибка специально платить с большим будущим человек большого девушка с но профессионал высокого человека человек чего вот здесь вот сначала сначала потом найти принцип разбивки этих примеров на две разных групп чтобы объединять две группы задачка непростая решается что интересно мы говорим с чем когда хотим указать на какой-то внешний нам не присущий от природы а говорим человек чего-то девочка с голубыми волосами голубые волосы это все-таки что-то такое внешне они могут покрасить обрезать и так далее а вот человек мужества 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 глубинно если шаг мужества он уже не может перестать когда мы при работе мы предпочитаем выражение сложительного протяжения способность очень тонко сопоставлять выражения удача будет очень непопытная задача которая с одной стороны лингвистическая а с другой стороны уже дает понимание основ народной культуры дубины народной культуры предлагалось на традиционной линкаде вот даны великие искусные данные вежести с не толковат в каждом культуре толковались но толкование слов это нечего ведут они базируются на то зеленые люди в особенности кулорогии например если толковали по принципу тоже это болезнь то есть что может быть это не имеет значит наоборот а могли быть какие-либо другие принципы толкования и нужно объяснение слева то что пришлось а справа объяснение к чему это задача на то чтобы правильно распределить эти значения и увидеть принципы по которым эти значения портированы некоторые из этих очень простые понятные а некоторые очень схожими как как их распределить здесь есть толкование по принципу тоже слезы 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 допустим можно пока предположить посмотреть на остальные вот белые гуси как по принципу тоже сход горы снега сугробы а там просто гора белые гуси на что похоже белые гуси светящие на слезы на слезы на карелки а если мы на точно на белые гуси на снег падающий давайте предположим потому что поэзии мы сейчас встречаем да вот белые гуси очень похожи на падающие слот и снег это такие пушистые по принципу березны и пушистости белые гуси сопоставить с белой снегой тогда дождь на что будет похож по принципу сходства внешнего сходства подобия по принципу слезам потоке дождя потом вот есть один помидоры как вы думаете чему могут упородиться стыду стыду почему я разница помидор да то что похоже то объясняется а как вы думаете вот кольцо и строгать доски из права правы чтобы не не болит в снежности сторогами досок следовательно будет гроб это как раз смерти а вот кольцо свадьба когда будет кольцо свадьба так грек монахи по принципам а наоборот а встреча с ужином остается только встречи с ужином потому что все остальное у нас выгодно и остается самые трудные вопросы кстати сначала и и чему снится ну дает их гостям уже западные свойства чему снится гора и ложится вот это уже эгоистическое но дальше требующая догадка вот если мы получили нам внимательное чтение вслушивание, я думаю, нет словах, а демонтурики то здесь требуется догадка то есть именно нестандартный тип вдруг придумать какой-то принцип какая может быть связь, я вам скажу ответ, а вы догадаетесь почему? гора снится горю, а ложе снится к другим я работал такой механизм, а в первости полагали, что эти слова звучат похоже значит между ними наверняка есть какая-то существенная секретная такая неделяная связь поэтому очень часто в руководителях работает такой принцип гора слой, лошадь, лошадь, лошадь гора, лошадь, лошадь такой механизм послопорождения, который сохранился если мы депутаемые иностранные языки, то очень полезно говорится представление разного совершенно рода между языками вот есть такая любопытная параллель в английском языке есть слова в одной тематической группе в мире, так? овощ здесь такая тематическая группа слов которая создавляет устойчивое сочетание со словами стрейлинг о, то есть поиск чего-то с jogar sine с с praying а в востском языке точно такие же сочетания и очень мало у нас есть только армия и клубок чего-то есть еще слову близко к значению пояс аналогичную и нужно отгадать которая сочетается с этими словами армия и в русском армия кого-то чего-то это можно дальше глубоку кому-то что это за словами да именно так тематическое глубоко животное в зависимости как и широко представлены у них есть шейн оф колосс поезд верблюдок а мы говорим караван английское подозначение караван армия у них уравлёв и мы кстати тоже говорим да армия насекомых уравлёв но мы еще можем сказать о том змеи а в английском огромный набор за логизмов у них там есть и оборванецов и узел жаб и такие очень яркие специфические обороты а у нас так очень ограниченном да здесь можно сравнить и поставить и удивить тому как на в основном так как вот ну и если еще мы снимаем составление русского английского или русского языка непосредственно очень хорошо давать задание на нахождение карьеры да вот посмотрите вот эти слова попали возле этих вещей вот так заимствованы но они же есть у нас в языке и в виде калиф вот эти вот есть два этих калифа одного того калифа вот и надо глядя на заимствовую найти кальфу каждую дыму подобрать вот например слова синхрон конечно синхрон звучание это срешат отдельно сочтание фон фон за за звучание за звучание да симпатия сим или чувств да начни сочетание потому что пафосы очень 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 национально движенные одинаковые 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 по измерению однажды еще точнее даже однажды однажды сосуществом сосуществовали а последнее особенно красиво а вот приставка означает перед а экстер происходит это бросаться кидаться на встречу метаться да метаться на встречу то есть мы можем видеть упражнения потому что у нас как и еще продолжить разговор об этих словах когда справлялись с тем что по сути означает как и заимствование разошлись то зачем да объясняем чем отличается одно и другое то и так далее ну и так далее ну посмотрите с вами как разница на наших занятиях но первые самые особенно внимание и читер слушаем подсказ что это самое главное когда они имеют то что это если реально так то что это опять спасибо большое спасибо 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 и спасибо и спасибо